Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня у меня не пришла клиентка и появилось в свободное время. Мне очень нравится в последнее время моделирование, особенно длинные ногти. Так как мои клиенты, в основном рабочий класс и мамочки, экстремально длинные ногти совершенно не для них. Так что в свободное время я развлекаюсь на себе. У меня были обычные маленькие ногти, неудового оттенка. Но на руках у меня гейлак, который имеет люминесцентное свойство, то есть мои ногти светились в темноте. Вот в этом видео можно посмотреть обзор и работу с этими гейлаками. А пока снимаю старый материал. Также убираю длину, так как будет наращивание. Пилочкой выравниваю торец. Апельсином палочке отодвигаю кутикулу. И теперь маникюр взяла красное пламя с тупым кончиком. На форварде прочищаюсь с левой стороны. Я специально взяла безопасную фрезу, чтобы глубоко не лезть. Маникюр взяла красное пламя с тупым кончиком. Но что-то красное фреза слишком мягко для моей кожи. Сейчас сделала синее пламя и работа пошла быстрее. Сейчас работаю на реверсе, прочищаю с правой стороны. Фрезу шар убираю за усинцы и шлифую кожу. Особенно нуждается в шлифовке вот этот уголок на большом пальце. У меня есть дурацкая и вредная привычка грызть кожу. Из-за этой привычки появился небольшой нехолизис в уголке ногтя. Вот маникюр готов. На подготовленные ногти наношу праймер. Наношу грунтовочный слой базы. У меня есть вот такая форма, но она недостаточно длинная для моей сегодняшней задумки. Есть вот такие формы, они неудобны, так как не обхватывают палец. Склеиваю длиннее форму. Прилепить нужно ровно. Также склеить нужно ровно. Обрезаю лишнее. Вырезаю под ногтевое ложе. Подставляю форму, выравниваю ее. Поднимаю форму немного вверх и заужаю. Обрезаю крылья, чтобы в лампу все это великолепие вошло благополучно. Теперь нужен полигель. У меня он от Борт Притис Алиэкспресс. Ссылочку оставлю в описании. Это достаточно плотный полигель, как пластилин. Очень удобен в работе. Выдавливаю такую вот длинную колбаску и формирую ноготь. Утаптываю материал апельсиновой палочкой. Прижимаю к кутикуле и по бокам и формирую боковые параллели. Донбассник. Полигельсин. Эн blooming л Rangers Продолжение следует... 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 Выравниваю нижние параллели. Выравниваю нижние параллели из внутренней стороны. Готово. Надо было убрать белый налет из полигеля. У полигеля от Бурнприти образуются такие вот налеты при высыхании. И надо было их убрать до того, как я нанесла гель. Сейчас смотрится как будто ногти неровные. Но в дизайне сегодня мне это никак абсолютно мешать не будет. На все ногти наношу черный гель-лак. Дальше мне нужна вот такая вот сенсорная краска. Я ее также брала на Алиэкспресс. Ссылочка также будет в описании. В наших магазинах она достаточно дорого. Стоит 700-800 рублей. А на Алиэкспресс я взяла за 260 рублей. В баночке очень мало краски. И баночку нужно плотно закрывать. Иначе краска засохнет. Наношу краску тонким слоем. Она сохнет на воздухе. Сохнет она достаточно долго. Чем тоньше слой, тем быстрее он высыхает. По рекомендации продавца можно сушить ее феном. Но я сушила просто так на воздухе. Заняло это где-то 10 минут. Вот, краска высохла. Наношу второй слой. Тут еще фишка в том, что чем тоньше слой, тем менее выраженным получится эффект. А я наоборот хочу яркий эффект. Поэтому наношу второй слой. Но наносить второй слой нужно аккуратно. Если сильно надавить кистью, то можно снять первый слой. Кисть потянет за собой тот слой, который уже высох. Поэтому движения легкие, скользящие, не надавливающие. Высох и второй слой. Причем на указателям пальцы высох, на остальных еще нет. Ну, вот пока буду рисовать дизайн. Надеюсь, на тех ногтях тоже высохнет. Во всей поверхности сенсорной краски рисую принт зебры. Плохо видно, фон темный. Но позже будет хорошо виден принт. Прикрываю ногти топом. И вот такие ногти получились. Краска дает синий цвет в тепле. Самые яркие оттенки проявляются при переходе от холода в тепло. Вот я руку намочила холодной водой. Смотрите, как круто. Мне и мужу, и сыну очень понравился дизайн. Все сказали, мама, очень круто. А вот в морозилку поместила руку. Ногти совсем темными стали. Такой вот темно-оранжевый оттенок приобрела сенсорная краска. И цвет меняется от прикосновения тепла. Ссылка на товары будет в описании под видео. Я надеюсь, вам было со мной интересно. Если это так, жду от вас лайк. Подписывайтесь на канал. Впереди много интересных видео. На сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok